Кресту Твоему поклоняемся, Владыка, и Святое Воскреселье Твое славит. Что значит поклониться Кресту? Это что, сделать поклон, поцеловать крест и пойти жить как прежде? Нет, вот сегодня давайте мы вспомним, что значит поклониться Кресту под ножью распятого за нас Господа Иисуса Христа, Которая принимает на себя нашу человеческую природу, придает ее поруганию, оплеванию, заушению, распятию и воскресает осьмерть ради нас и ради нашего спасения, чтобы всякий верующий в Него не погиб, но имел бы жизнь вечную. Вот если мы с пониманием, что произошло на древних листах, и только тогда, когда мы понимаем эту крестную жертву, ее смысл, ее цель, мы понимаем, что значит для нас крест. Крест, как поет в церкви, это оружие на дьявол, крест твой дал, если нам, трепещет его и трясется, не терпя и взирать на силу его. И это мертвые восставляет и смертью празднует. Всего ради поклоняемся к Святому Кресту твоему, Господу, погребению и восстанию. Вот так важно нам поклоняться не просто телом. Мы поклоняемся телесному Кресту и распятому, и крестяк Господу. Но Господь ждет от нас, чтобы мы поклонялись всем своим человеческим естеством. А каждый из нас, это не только тело, это дух, душа и тело. Вот если мы, Господь, не задумываясь о душе, о ее спасении, о просвещении, он на питание ее Словом Божьим. Ведь у души своя пища. У души она не питается хлебной колбасой, она не питается с недими телесными. Она не из нежных мест жилится. И в душе просится душа. Потому не позволяет душе лениться, чтобы в ступе воду не долочь. Душа обязана трудиться недели ночи, недели ночи. Вот уже о труде над спасением души своей помышляет христианин. И уже не додает, а наоборот питает ее чем? Конечно же Словом Божьим. Вчера я прочитал замечательный пример. К одному старцу подошел юноша и сказал, Отче, подскажи, как мне научиться читать Слово Божие? Ведь я же понимаю, что не может человек жить одним хлебом для тела. Он питается всяким Словом, исходящим из Слух Божьей. Подскажи, как мне мою душу грешную просветить святым Божественным Откровением? И тот сказал им вот так, очень интересно, красочно. Как вода, которая очень мягкая, если капает на твердый камень, сначала никакого не происходит действия. Но если капает постоянно, то она точит камень. Вот так и наше сердце, как каменное, а Слово Божие, как мягкая вода. Если часто будешь слушать и читать, появится и в тебе страх Божий и желание исполнять написанное. Главное, чаще читай и чаще старайся слышать. Потому что он блаженны, слышащие Слово Божие и сохраняющие им. И так поклоняться душою, это стремиться больше узнать о Боге. Потому что душа наша состоит из трех. Ум, боли и чувства. Значит, чаще думать о Боге. Думать о Христе, думать о том, что Он ради нас сделал. Он воплотился, жил, учил, пострадал, был распят, воскрес, вознесся и снова придет. И вот эти небысли, не согревать свою душу, свое сердце. Волю свою понуждать, потому что воля наша, она расслабленная сегодня. Она не хочет спасения, она хочет лежать, расслабляться, она хочет получать удовольствие. И вот эту волю надо понуждать ко спасению своей собственной души. Вот этот крест, все твои недуги. Все болезни, огорчения, обиды, оскорбления. Все твои печали, которые ты переживаешь, не отчаивайся. Христос понес перед тебя свой крест и показывает тебе пример. Меси его до конца. Не ропщи, не сбрасывай, не разводись, не умиливай, не переворачивай этот крест. Один из отцов сказал, что если крест, который тебе Бог дал, положил на плечи, ты будешь переворачивать вот так вот, поудобнее, вертикальнее, бойлером. Вот он тебе положил сверху, вот так и неси. Что ребро больнее ребро внести. Так что неси, как положил. Вот как дал тебе Господь, так до конца и до сего. И претерпевший до конца спасет все. Вот поэтому, дорогие, мне хотелось пожелать всем нам свой крест. У каждого из нас свой. Я абсолютно понимаю, что у мужчины свой отец несет свой крест. Ну, у него дети, жена. Вот он уже дед, у него уже внуки. Вот у него дом, у него зарплата, чем будут питать, где будут работать. Как он у него сверху, как обезопасить, как будет у него своя. А у жены свой крест. Что будут есть? Во что будут одеваться? Будет ли оно чистым, то, что они оденут? Что они придут, когда голодные кушать будут? Надо сказать, на базар, надо начистить, нарезать, сварить, помешать, посолить. Это же каждый день. Это крест, дорогие мои, понимаете? Это женский крест, спасительный. Если ты будешь думать, так, а что они будут есть, я буду работать еще куда-то. Пусть муж работает, а ты за детьми смотри. Потому что за детьми не будешь смотреть, будешь смотреть в газу. А печка будет варить, или, скажем так, стиральная машинка стирать, там все у тебя уже механизировано, и дети в гаджетах, и ты в компьютере. Какое воспитание? И детей потеряешь, и мужа. Вот поэтому надо свой крестик каждый не знать внести. Один крест у жены, другой крест у мужа, у деда, у бабушки. Там, кроме всего, еще и плюс внуки, и плюс забота о них. О старости, о болезни, о таблетках, о лекарствах, об анализах, и обо всех там стоматологах. Вот уже такой, и молодые должны понять, что уже более старших, еще тяжелее крестик, который надо нанести. Ты даже не понимаешь, как тяжело человеку проснуться. Молодому очень трудно проснуться. А пожилые уже и не спрятаны. Им очень трудно засыпать. Они трудно засыпают, просыпаются в пять. И ходят, и молятся им. Господи, ну что ж такое с вами? Так бы поспать хотелось. А вот за этих людей помолиться, а ты спишь, и как бы тебе еще бы поспать? Да нет, в основном. У каждого, дорогие, свой крестик. Свой крест у священников. Молитесь за нас, грешные. Ведь мы, никто из нас не святой, но все грешные. Мы все люди. Мы свою поврежденную природу носим под этими прекрасными облачениями духовными. Поэтому никогда не осуждайте священников. У них свой крест, они за свой крест еще больше ответят, чем любой мирянин. Поймите. Поэтому молитесь за своих пасты. Господи, разуми, умиротвори. Сердце наших священников. Дай им мир. Дай им ревностное служение Господу. Молитву за нас, грешные. Чтобы мы единым сердцем, едиными устой славили тебя, распятого и воскресшего Господа нашего Иисуса Христа. Вот так стоите и молитесь. Вот видите, уже когда разговаривать, когда уходить мыслями отсюда? Если стоите на молитве и не причащаетесь, молитесь. Господи, вот я сегодня не причащаюсь. Пусть тем, кто причащается, будет во спасение души. Пусть во спасение души будут, вот это подошли, а я не буду. Поленился вчера, я не поленилась. Канончики не прочитала, я молитвы очень не подготовила. А вот они иду. Какие счастливые. Вот завидуют, прям в хорошем смысле слова. Какие они счастливые. Они с Господом соединяются. Ну, я уж следующее воскресенье на Благовещение непременно. Молитесь за тех, которые действительно идут причащаться, чтобы они в суд и в суде не было тех, кто подступает к этой святой чаши. А если и нет, то если, допустим, кто-то и приходит, и не может счаститься. Господи, а вот те, которые не приходят вообще, давайте за них помолимся. Они вообще не знают, что такое причастие. Помолимся за тех, кто не приходит вообще в храм. Даже и свечку не ставит. Господи, спаси и помилуй их. Вот мне хотелось пожелать, чтобы мы не только о себе думали, а о других. Тогда у нас обязательно многое, что получится. Вот смотрите, вот так мы будем, как одна семья, как одно общее дыхание, как Господь. Как Господь хочет, чтобы мы так же не ссорились, не раздирали, а наоборот, любили. И потому все его знают, что вы, мои ученики, сказал распятый и воскресший Христос, если будете иметь любовь между собой. Вот потому и все ли что, если я и тело свое дал наслаждение, и все имение свое раздам не ищу, а любви не имею, я медь звенящая, и кимбал свечащая. То есть что это? Что это? С чем сравнивать Христос? Барабанка, бубен, бубен, устроить и громогласно. Но что без любви все ничто. Вот давайте просить, Господи, нету меня, а ты дай мне, Господи, той любви, которая бы помогла мне заботиться поближе, а не только о себе. Чтобы я познал твою любовь, которую ты выросил в распятии, вот тогда-то поймем, что мы не ветхозаветное христианство, христианство закона, а мы великие любви, потому что Бог настолько возлюбил мир, что отдал Сына Своему Единородному, чтобы всякие верующие в Него, распятого, воскресшего, не погибли, но имел бы жизнь вечную. Вот это вот мне хотелось пожелать, что мы верим в Иисуса Христа, и тогда вот это поклонение будет и телесное, и душевное, и духовное. Вот тогда мы выйдем и будем исповедниками веры Христовой, и никогда не позволим оскорбить наши веры, и постараемся жить по ее нравственным законам, по законам прежде всего, и любви.